всем привет сегодня как и обещал я сниму гайд на обновление новое которое пришло в этот четверг это гены будем разбирать в принципе то что я понял я там есть какие-то некоторые нюансы которые еще все-таки не доказаны то что пишут что есть возможность но буду говорить только тех фактов которые явно я уже проверил да то есть гены у нас находится в связи вот гены да значит это все мои гены что можно первое то есть дам основное ношением все можно 10 генов носить все лишние можно использовать дополнительно как поднять для поднятия уровня можно взять повышение уровня здесь выбрать лишний ген и использовать его для повышения уровня вот что еще есть обычные гены да вот такие вот вот самые обычные да и есть мутированный в чем разница в обычных генах свойствах всего один параметр основной то есть крит удар на метку в генах мутировавших есть еще несколько параметров которые активируются при помощи сочетаний и дополнительно дают примерно в сумме 45 процентов бонус они могут быть разные вот у меня здесь смертоносность скилл в свойствах да вот этот основной и также мути смутированный они разные они могут быть абсолютно рандомные поэтому нужно будет перебирать гены и выбирать те которые будут действительно самые оптимальные для вас рассмотрим в принципе просто ген что у нас есть даст справа у нас мощь основная статистика основная статистика растет в зависимости от уровня вы поднимаете уровень а ну каждый каждый уровень добавляется 1 физ защита 1 маг защита 30 жизни и 1 атака 1 2 ну он там типа прыгает дальше у вас есть атрибут скачка который можно ролить да вот реорганизация кнопка за 25 магических камней или за бесплатной прокрутки которые вам могут выпасть вы ролите этот атрибут скачка я в ниже покажу вот мне есть бесплатная прокрутка да вот вы ролите и выбираете что для вас более выгодно и так можно ролить пока не выберете то что именно вам подойдет больше всего я не буду менять поставлю так как есть да значит атрибут скачка дальше вот третья позиция это свойство свойства у нас вот сейчас в мутированного гена у меня основной это атака плюс 10 и дальше параметры плюс жизни в процентах как активировать эти параметры жизни для того чтобы их активировать нужно проводить сочетание сочетание находится у нас в тренировках и вот сочетание каждую пятницу и субботу нужно делать сочетание от количества сочетаний зависит активация в день доступно 33 еще можно докупить по 50 магических камней за каждую смотрите то есть максимум день можно 6 пятницу субботу по 6 в принципе я вчера докупал сегодня не хочу всего я сделал 99 сочетание активировал первый скилл до жизни плюс там 3 процента теперь самое главное разобраться куда эти статы вот свойства куда они влияют они влияют на атрибут скачка не напрямую на персонажа если вот например основная статистика это напрямую на персонажа идет атрибут скачка у нас направленный то есть персонаж эндо герой например вот здесь вот экза герой персонаж. То есть, зависимо от того, что вы наролите, оно будет на персонажа или на героя и вы сами выбираете. А также меняется сам параметр. То есть, может быть атака, может быть хп, может быть крит. Ваша задача то, чтобы в атрибуте скачка был параметр такой же, как и в свойстве. То есть, например, вот у меня здесь. Персонаж атака плюс 100, а также основной атака плюс 10%. То есть, мне на персонажа упадет не 100 атаки, а 110. То есть, 100 плюс 10% вот этой циферки атрибута скачка. То есть, атрибут скачка умножается на вот свойства ваши. Вот на вот это вот. Здесь вот крит, но у меня нет. Вот здесь ОЗ. Крит, парирование, уворот, уклонение. Ну, то есть, все, все, что хотите. То есть, разные есть параметры. Дальше. Уровень поднимается за счет кормления. Либо же тренировок. Смотрим, что такое тренировка. Я открыл себе все доступные инкубаторы. Всего 10 штук. Я их называю инкубаторы. Не знаю, как хотите так называть. В принципе, цена дорого. Сразу скажу. Первые 300, потом 500, 700, 900, 1000, 2000 и 3000 за последних запрашивают. Ну, я открыл. Мне было принципиально. Я хотел посмотреть стоимость. И уже на последнем останавливаться не стал. Уже открыл все, чтобы качать. Дальше. Тренировка длится 8 часов, либо же 240 магических камней для срочной тренировки. Это, чтобы не ждать время. Что мы можем получить в результате тренировки? В результате тренировки мы можем получить поднятие уровня 1 от 1 до 2 уровней. Некоторые говорили 2 уровня, но я всегда видел 1. То есть, 1 уровень поднимается. Дальше мы можем получить радикал. Основной радикал. Расскажу чуть позже, что такое основной радикал. И можем получить бесплатную вот эту вот реорганизацию. Да, вот. Каждый из них может получить либо же уровень, либо же основной радикал, либо же реорганизацию. Реорганизацию от 1 до 2. Я лично вытягивал 2 реорганизации за 1 раз. Смотрите. Вот. Теперь смотрим в генах, что такое радикал. Вот есть у нас мутировавший ген. Да. В нем 2 звезды. И мы смотрим. Половина закрашена синим. Это то, что 2 звезды. И по центру у нас крутится 4 латинских буквы. G T S C A G у нас с золотым подсвечено, потому что она у нас активирована. То есть есть всего 4 вида радикала. Каждой букве соответствует 1 радикал. Если вы собираете 4 радикала, соответственно вы повышаете 1 звезду и у вас радикалы сбрасываются опять до 1. 2 радикала. у меня 2 радикала C и A активированных уже. Здесь только T радикал. Здесь только G. Ну и так далее. где-то мне будет 3 радикала 2 опять. Вот 3 радикала. То есть если например мне в тренировке попадет радикал T вместо уровня вместо бесплатной реорганизации то я апну звезду. Дальше смотрим. На первом уровне белой есть 3 звезды. Вам нужно трижды собрать по 4 радикала и тогда вы поднимете грейд до зеленого. Собирая 3 звезды для этого нужно собрать 3 раза по 4 радикала вы поднимете грейд до зеленого. Дальше смотрим. Вот например я уже поднял грейд до зеленого я уже поднял 2 звезды. То есть с белого до зеленого 3 звезды с зеленого до синего 4 звезды с синего до фиолетов 5 звезд с фиолетов до золотого 6 и с золотого до красного нужно собрать 7 звезд. И при повышении грейда увеличивается бонус статор. То есть если например у меня зеленый сейчас и атака 100 то здесь например аналог атаки парирование 40 всего. Смертоносность 40 это на первом. То есть максимально нужно поднимать грейд. Но это от вас не зависит это все рандомно получается. То есть нужно просто максимально больше тренировать больше тренировок. Значит поняли да? Грейд повышается за счет радикалов. Собираете радикалы повышаете звезды собираете звезды повышаете грейд. Определенное количество звезд нужно на грейд. 3, 4, 5, 6, 7 звезд до красного уже соответственно. вот также смотрим в тренировке в сочетании которое проходит каждую пятницу в субботу видите уже пропало было здесь сочетание смотрите сочетание нельзя проводить с одинаковыми радикалами то есть у вас есть ген у гена есть определенные опять же такие радикалы уже собраны вот здесь только один G например радикал здесь сиэй например вот этот G с сиэй я могу сочетать потому что в сиэй нету G а там где G нет сиэй то есть нельзя сочетать радикалы у которых есть одинаковые буквы скажем так вот как-то так даже если в ношении посмотреть у вас здесь не написано да вот какой ген он должен писать там ген а в этом сейчас посмотрим в тренировке нет тоже не показывает просто при выборе тогда уже будет показывать так не видно тоже опубликовать в общем вот это вот вот это вот сочетание оно можно его использовать почему не всегда видно там с кем с твинов выставили а все равно нельзя сочетать потому что выставили точно такие же гены как и у вас то есть там ген с радикалом айэй вы выставили у себя и выставили на твине и вы их сочетать не можете потому что одинаковые радикалы сочетать можно только гены с разными радикалами и кстати сочетание проводится моментально ждать не нужно то есть вы сочетание провели также можно выставлять пароль для того чтобы с твинов на основу делать сочетание есть в описании что при сочетании мы можем получить еще один новый ген. Да, то есть, вместо того, чтобы получить радикал, там, тренировку или же уровень, то мы получаем дополнительно один ген. Но за три дня еще никто не получил. Ну, из тех, кого я знаю, мне никто. Если кто-то получил, то пишите в описаниях. В принципе, буду рад. Да, и еще пишите, если вдруг кому-то выпал мутирующий ген. Потому что вот, кстати, по поводу, где взять еще гены. Изначально всем дали по два гена. И вот здесь, в магазине, в вип-магазине, вот сундучки. Сундуки каждый раз дорожают. И я покупал 8 сундуков за 3600. Хотя первый сундук стоил 100 монет всего. 100 камней. На разработчики писали, типа, гайд. И они писали, что не покупайте все сразу. Покупайте раз в день по 100 камней. Ну, в принципе, у нас это не работает. Потому что у нас не сбрасывается до 100 камней. И у нас цена висит все та же. То есть, первый за 100. Второй за 200. Третий за 400. И так далее, и тому подобное. По-моему, что там, ну, цена растет пропорционально как-то. Я взял 8 для того, чтобы у меня закрыть все слоты. 10 слотов, чтобы потренировка у меня была во всех. Потратил, в принципе, 14000 магических камней на то, чтобы докупить все гены и докупить все слоты. Вот как-то так. Если еще какие-то вопросы остались закрытыми, пишите в комментариях. Нужно или не нужно? Я считаю, что нужно. Потому что с каждым грейдом увеличится атрибут скачка. Если словить там проценты, например, кстати, да, там не только циферные есть, но и процентные. Процентные на основу. Вот у меня есть очень неплохой процентный на основу. В дальнейшем при прокачке грейда он будет очень хорошо давать бонус. Вот персонаж УЗ 0.4% сейчас. Когда я его подниму до зеленого грейда, уже, в принципе, скоро он осталось 2 радикала собрать, то он будет давать, по-моему, 0.8% и так далее. Соответственно, он будет со временем увеличиваться постоянно от грейда, будет давать больше и больше. Была информация, что на красном грейде будет это 6%. В принципе, 10% по 6% это 60% ОЗ на основу. Можно собрать. Это очень даже неплохо, я считаю. То есть стремитесь к тому, чтобы в атрибуте скачка ловить процентные бонусы. Если у вас в дальнейшем все равно при поднятии мощи, то есть это все реально будет перерастать в процентные. Лучше, чем проценты, вы ничего не словите. Вот так. Также стремитесь к тому, чтобы свойство совпадало с атрибутом скачка. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok